Рассмотрим лодку, к носу которой привязан канат, и этот канат вытягивают с постоянной скоростью В на берег. Требуется определить, с какой скоростью будет двигаться лодка. Используя только что проведенное рассмотрение, что В1 должно быть равно В2, мы получаем, что если здесь в данный момент времени угол α, наша проекция скорости У на направлении на длину каната должна быть равна величине В. То есть У с индексом L должно быть равно В, и значит У косинус α равно В. Достаточно частая ошибка, когда школьники пытаются спроектировать скорость В на направлении движения лодки. Это является некорректным решением. Итак, У косинус α равно В. Этот же самый результат можно было бы получить несколько иначе. Если бы мы рассмотрели два положения этого каната и этой лодки, за малый промежуток времени дельта Т лодка проходит расстояние У дельта Т, а канат сокращается на длину В дельта Т. Но если у нас дельта Т очень мал, можно написать, что дельта Т, вот я даже так напишу, это У на ДТ, подразумевая, что дельта Т весьма мал, бесконечно маленький, то изменение вот этого угла очень невелико, и можно считать, что вот это расстояние будет равно вот этому расстоянию, а здесь почти 90 градусов. Вот это гораздо ДТ, он гораздо меньше единицы. Сумма углов в треугольнике 180, значит эти углы почти 90 градусов, близки к прямому. Тогда вот это расстояние оказывается равным В на ДТ, и из вот этого треугольника мы получаем, что здесь угол альфа, что В на ДТ равно У ДТ на косинус угла альфа. ДТ сокращается, и опять получается выражение, что В равно У косинус альфа. Ну и отсюда мы находим, как из этого, так и из этого, что У равно В делить на косинус угла альфа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok